Знаете, для меня всегда была очевидна одна идея. Все явления нашей жизни и произведения культуры никогда не возникают в результате абстрактного большого взрыва. Порой на крутую идею наталкивают совершенно случайные вещи. Например, пытаясь подчинить гравитацию, человечество придумало огромное количество вещей. Люди обуздали реки, заставили их работать на себя с помощью мельницы, а еще додумались, что с помощью рек можно сплавлять бревна, например. Придумали, как покорить океан. Изобрели рычаг, простейшее устройство, которое позволяет наименьшими усилиями приводить в движение здоровые, тяжелейшие предметы. Люди придумали наземный транспорт, чтобы быстрее преодолевать расстояние, поднялись в воздух на самолетах и даже полетели в космос, чтобы решить проблему расстояния, изобрели телеграф, телефон, интернет. Теперь не нужно бороться с гравитацией, чтобы связаться с кем-то на другом конце Земли. Гравитация была бременем, но из-за желания ее победить, человечество совершило множество великих открытий, и мир ускорился. Ну как, успеваете что-нибудь рассмотреть? Это так же быстро, как новый Poco X6 Pro. Но теперь я повторю помедленнее. Я не раз вам рассказывал о смартфонах Poco и советовал их как бюджетное устройство для создания и потребления контента. И наконец-таки ко мне попала флагманская модель Poco X6 Pro, и это уже другой уровень. Poco X6 Pro работает на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 8300 Ultra, и все это оптимизировано собственной технологией игровой оптимизации Wild Boost 2.0, который ускоряет загрузку игры, делает геймплей плавнее и повышает отклик. В моей модели 12 гигабайт оперативки и 512 постоянной памяти, а для защиты от перегрева внутри стоит система охлаждения с испарительной камерой. Я проверил, сколько выдает FPS в Ханкае, держится в районе 60 при максимальном разрешении. Мало того, тут AMOLED дисплей CrystalRes на внимание! 120 Гц с яркостью 1800 нит и разрешением 2712 на 1220. То есть разрешение сторон киношное, так что пользоваться приложениями и играть очень приятно. Батарея для всей этой мощи 5000 мА с комплектной зарядкой на 67 Вт. У телефона строгий дизайн с немного скругленными гранями, приятная гладкая задняя крышка из стекла. И если сразу после покупки боитесь повредить, то в комплект положили чехол. Я обожаю, когда комплектация адекватная, а не как это сейчас часто бывает. Камера. Прямо сейчас я снимаю на нее в 4К, у меня довольно тусклое освещение для атмосферы, и заценить картинку, мне кажется, очень хороший результат в таких стрессовых условиях. А еще в камере оптическая стабилизация, то есть она не будет давать желе при слабом освещении, как это бывает с электронной стабилизацией. Для сверхдетализированных снимков 64-мегапиксельная камера. Камера умеет во все актуальные технологии и улучшение HDR и даже следящий автофокус. А для тех, кто привык полагаться только на свои навыки, профи-режим с ручными настройками. Кстати, если заметили, звук я пишу прямо в него, так что если вдруг хотите купить микро, может лучше взять такой комбайн и звук, и приличная картинка, и возможность все отредактировать в одном устройстве. В общем, это один из самых доступных флагманов на рынке, который на момент записи видео можно взять меньше, чем за 40 тысяч рублей. Причем с 1 по 18 февраля в МТС его можно приобрести по выгодной цене. Заказывайте Poco X6 Pro по ссылке в описании. Закон Ньютона. Любому действию есть противодействие. Наверное, самая гениальная мысль, которая объединяет вообще все вокруг нас и всю нашу историю. И в любом виде деятельности всегда есть какая-то негативная сила, в попытках побороть которую мы совершаем открытие и двигаемся вперед. А раз уж у меня много контента про игры, я решил с ракурса бога взглянуть на них в целом в неком бесконечном вечном множестве, чтобы разобраться, от какого понятия строится большинство игр с их правилами. ПОВЕДУЙСЯ! Насколько же ответ? На поверхности. Смерть. Большинство геймплейных механик построено на том, что вы делаете нечто ради того, чтобы избежать урона или смерти. Симуляторы жизни, экшены, стратегии, хорроры, РПГ и так далее. Да, там могут быть самые разнообразные механики, но они, как правило, построены от того, что в случае неудачи вы, скорее всего, умрете. Избежать геймовера — это базовый мотиватор что-то делать, осваивать механики, спасать, прокачиваться и так далее. Ты пытаешься стать лучше, чтобы не раздражаться геймоверами. И удивительно, насколько игры — единственная медиа, которая умудрилась смерть в каком-то смысле высмеять и превратить в рутину. В других искусствах, будь то литература, театр или кино, смерть — это зачастую момент катарсиса, кульминация, момент максимального выплеска эмоций. Тогда как в играх смерть — это... Как печально. Опять все заново. Не, я понимаю, что сюжетная смерть Артура Моргана обставлена очень красиво и эпически, но сколько раз вы по глупости умирали до этого, да еще и смешными способами. Вот он, контраст. И он такой забавный. В мультиплеере про великую борьбу со злом мне не важно, что персонаж под моим управлением — личность со своими ценностями, убеждениями и навыками, на которые, может быть, он потратил годы. Меня подстрелили, я несколько секунд жду в лобби, и это бесит. Ведь смерть — это потеря времени. Боимся ли мы на самом деле смерти, как самого факта страдания, боли? Отчасти да. Но, как по мне, из-за своего эго нас пугает больше другое. А как этот мир без нас? А как без кайфовых моментов, которых больше не будет? Осознание вечной бездеятельности вот лично меня пугает. Отсутствие вечного кайфа меня пугает. Я люблю интерактивность, я люблю, когда игровой мир и реальный реагирует на мои действия. Я что-то делаю и получаю ответ, следовательно, существую. Это я Декарта перефразировал, который говорил, что достаточно мыслить, чтобы существовать. А вообще об этом есть целая книжка антрополога Эрнеста Беккера «Отрицание смерти». Он пишет о том, что люди собираются в целые цивилизации, принимают какие-то нравственные нормы ради психологической защиты от осознания неизбежного конца жизни. Реалистичные изображения смерти более или менее в культуре табуируются, если это не героические образы в живописи. Религия также помогает бороться с этим страхом благодаря тому, что создает глобальные проекты бессмертия. Ты веришь, что земная жизнь только лишь этап, а чтобы пройти дальше, нужно вести себя праведно, возможно, даже героически. Все это необходимо, чтобы не признавать собственную тривиальность, свои животные инстинкты, слабости. Табуировано даже все, что связано, собственно, с продуктами нашей жизнедеятельности, когда прекрасная материя вкусной и эстетичной еды тоже, так сказать, умирает. Но, с другой стороны, благодаря поддержанию этой иллюзии, благодаря тому, что мы стараемся предать смерти хоть какой-то философский или религиозный символизм, это позволяет идти вперед. Иллюзию нужно поддерживать, чтобы что-то делать и не опускать руки, потому что психика человека слишком хрупка. Все тот же Беккер высказывал мысль по поводу психических заболеваний, например, определяя депрессию, когда человек ничего не может делать и хочет просто выйти в потолок, состоянием, когда проект бессмертия находится под угрозой. Шизофрения же, по его мнению, это уже болезнь на уровень тяжелее депрессии, когда человек ну никак не может защититься от мысли о смерти, поэтому придумывает собственную реальность, где он главный герой, который имеет значение. Любопытно, что такое объяснение шизофрении на самом деле объясняет явление культуры. Чтобы перестать бояться смерти, мы создаем художественные произведения, символы, строим, двигаем прогресс потихонечку вперед. Все это как бы наделяет существование общества каким-то весом и ценностями, как бы делает его, это общество, главным героем истории. И вот я все эти кухонно-философские вещи говорю, а ведь через концепцию отрицания смерти я в этом видосе буквально описываю основу большинства игр игрового дизайна. Одним словом, наличие смерти — это фундаментальный элемент баланса, который делает игру интересной. Ведь если ты помер, ты выбываешь и больше не играешь. Смерть — это то, от чего нужно строить весь дизайн игры, чтобы сделать ее поистине интересной. Я не хочу отлететь в каждой стычке, поэтому буду осваивать стелс, я буду добывать лучшее снаряжение для своего персонажа и следить за его состоянием, я буду строить лучшую линию обороны и стараться познать все грани тактики. И любопытно, как подход к игровому дизайну будто бы синхронизируется с отношением к смерти в человеческом сообществе. В 80-е и 90-е, хоть и случился мощный технологический рост и потребительский бум, но в среднем по больнице не сказать, что смерть была где-то неподалеку. Множество локальных военных конфликтов по всему миру, всплеск наркомании, смертельных венерических заболеваний. И на этом фоне многие игры, даже, казалось бы, детские, были довольно бескомпромиссными и не прощали ошибок. Будто в виртуальности отражали жизнь такой, какая она есть. Чтобы выжить и достигнуть вершины, надо постараться, дружок. В нулевых мир начинает будто бы двигаться к глобализации. Разделение труда, общие для всех стандарты законодательства, слияние культур разных стран. Короче, эдакий новый проект бессмертия для всей нашей планеты. Это на контрасте с тем, что большая часть 20-го века прошла в конфликте разных идеологий, которые, с одной стороны, привели к гибели множества людей, а с другой стороны, давали им хоть какую-то психологическую защиту, мол, смерти есть, но это цена за сакральное светлое будущее. Это не просто так. Так вот, в нулевых с годами появилось ощущение, что все так хорошо и комфортно, будто и смерти нет. Ведь, походу, скоро медики изобретут какой-нибудь философский камень, раз все так быстро развивается. Игры и развлечения будто бы тоже начали вторить этому чувству. То самое оказуаливание по сравнению с ретро-хардкором, большая доступность, мягкость во всех проявлениях. Наказание за смерть тоже стало довольно лайтовым. Погиб в GTA, возродился в больничке за малюсенький штраф. Сделал ошибку в Принце Персии, можешь отмотать время назад. Это интересная механика, но любопытно, что она появилась в столь комфортное время, хотя в Принцах 90-х ее не было. Кстати, скоро будет ролик про неожиданную игрушку автора Принцев, в которой перемотка времени и появилась. Ну а в остальных играх нулевых расцвел сейвскаминг и удобные точки сохранения на каждом шагу. И вспоминая, как я играл, обсуждал со знакомыми какие-то игры, почитывал издания, тему смерти как важную часть игрового дизайна будто бы вообще никто не упоминал. И вот возьмем для примера жанр, для которого смерть — это буквально основы основ. Руглайки. Если спросите у Google Трендов, с начала нулевых интерес к жанру потихонечку снижался. Потом небольшой всплеск в начале десятых, очевидно, связанный с внезапным выпадом инди-индустрии. Мое мнение — все благодаря Эдмунду Макмиллану, который буквально воскресил интерес к хардкору. Тогда же примерно появилось и Demon's Souls, Dark Souls с наказаниями за смерть и дизайном уровней в духе старого жанра Метроидвании. Потом все более-менее выровнялось. Очевидно, случилось эдакое параллельное разделение на аудитории комфортных ААА-проектов и аудиторию настоящих хардкорных геймеров. И тут внезапно — хоба, ревущие двадцатые со своей пандемией, и резкий всплеск интереса к рогаликам. Да и в целом идея наказания за смерть, идея игрового лупа, в котором смерть — это важная составляющая игрового процесса, лично по моим ощущениям проникает в игры все чаще. Я понимаю, что тут не обошлось без мощного развития алгоритмов в игровых магазинах, благодаря чему все пытаются копировать друг друга, о чем я говорил в ролике про игры-сервисы. Но в целом заметна тенденция, что вместо того, чтобы делать протяженную игру от и до, разработчики стараются создавать насыщенные игровые циклы с генерацией всякого. Вспомнили про режим пермодев, везде добавляют механики выживания, плюс сейв скаминга становится будто бы меньше. Все чаще после смерти, даже в ААА проектах, ты начинаешь как минимум уровень с самого начала. И да, я согласен, что двигаюсь будто бы вслепую, это видео вообще не аналитика, я просто фиксирую чувства в данный момент. Но будто бы вместе с пандемией, которая мощно воскресила страх смерти, и игры начали возвращаться к тем временам, когда смерть была на расстоянии вытянутой руки. Ощущение гуманистического прогресса и глобализации нулевых закончилось. Мы снова вспомнили, что смерть рядышком, поэтому, чтобы выжить, придется встать с дивана и двигаться вперед. А с другой стороны, игры, словно идеология или религия, о которых я уже говорил в этом видео, низводят смерть до чего-то не слишком страшного. Это просто этап, из которого можно сделать выводы и начать следующий луп. Возможно, это такая современная форма проекта бессмертия, психологическая защита, которая нам нужна, чтобы легче пережить обострившийся с началом 20-х страх. Помни о смерти. Редактор субтитров А.Семкин